Создание скоса Создать эффект трехмерного отображения объекта можно, нарисовав на объекте скос. Эффект скоса помогает обеспечить эффект трехмерного пространства, поскольку края объектов имеют уклон, будто они срезаны под углом. Рассмотрим, как создавать скос. Для начала воспользуемся инструментом прямоугольник и нарисуем объект прямоугольной формы. После чего необходимо залить область прямоугольника, поскольку эффект скоса применяется только для объектов, к которым применена заливка. Для этого выберите инструмент «Однородная заливка». В появившемся диалоговом окне выберите необходимый вам цвет заливки и нажмите кнопку «Ок». После чего перейдите на вкладку «Эффекты» и выполните команду «Скос». Как вы можете заметить, в окне настроек, расположенном в правой части окна редактора, появились параметры для настройки эффекта скос. В выпадающем списке вы можете выбрать режимы для применения эффекта скоса. Эти режимы определяют силу действия эффекта скоса на края объекта. Например, выберите режим «Мягкие края». В разделе «Смещение скоса» вы сможете задать направление смещения скоса. Если выбрать параметр «К центру», то скос будет идти от краев объекта к его центру. Выбрав параметр «Расстояние», вы сможете настроить расстояние, на которое будут скошены края объекта. Выбрав образец цвета в разделе «Цвет тени», вы сможете установить цвет теней, наложенных на скос. А настроив параметр «Цвет света», вы сможете указать цвет освещения, падающего на объект. Здесь вы можете настроить как интенсивность света, так и его направление, и угол возвышения, установив необходимые параметры в полях для ввода. После ввода необходимых параметров нажмите на кнопку «Применить». Как вы можете заметить, по краям объекта появился фигурный скос, придающий объекту эффект трехмерного изображения. Таким образом, используя эффект скоса, вы сможете придавать объектам объемный вид, а также настроить параметры теней и освещение объекта.